Коллеги, Retail.ru сегодня работает на распределительном центре торговой сети «Пятерочка». Мы посмотрим, как категория фров размещается здесь, в распределительном центре, какие инновации используются для того, чтобы фрукты и овощи попали максимально свежие на полке. И еще узнаем, что же за дни науки открылись в X5 Group. Сегодня Всеволод Кулешов, эксперт по фров, расскажет нам, как же именно «Пятерочка» обеспечивает качество здесь. Всеволод, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, сколько здесь сейчас занимает пространство, вот именно эта категория, и почему именно здесь мы сегодня с вами встречаемся? Фров на данном РЦ занимает более 30% от общего пространства. Также у нас есть сухие склады и склады заморозки. Мы здесь встречаемся, потому что на данном РЦ мы смогли реализовать 5 температурных зон для хранения фруктов и овощей, что очень важно для того, чтобы фрукты хранились в своих правильных температурных зонах. Для каждой группы фруктов и овощей требуются определенные температурные и влажностные зоны. И здесь мы можем распределить все это дело по именно группам хранения, так, чтобы максимально продлить сроки годности и лёжкость на полках наших магазинов всей поставляемой плодо-овощной продукции. Сколько магазинов отсюда получают фрукты и овощи на своей точке? Здесь данная РЦ обслуживает Москву, Московскую область. Более 500? Да, да, огромное количество магазинов. Если говорить про фруктов, сколько сейчас СКЮ в постоянной матрице, которая здесь также размещается на данном РЦ? У нас есть так называемый ассортиментный СКЮ и СКЮ, которые, грубо говоря, групповые, СКЮ, которые уже после переработки, ну, после доработки, так как мы не только храним, но еще и обрабатываем продукцию. Какая-то продукция фасуется, какая-то, соответственно, газуется. Здесь на данном РЦ будут, у нас, ну, будут построены камеры газации бананов. Соответственно, мы будем получать зеленый банан, и это одно PLU, и из него делать, соответственно, уже банан нужной степени зрелости. Это, как правило, третья, четвертая степень зрелости. И отгружать уже в магазин. Зеленый банан хранится долго. После дозаривания банан хранится очень ограниченный период времени. Это максимум 5 суток. Соответственно, мы здесь его газуем и сразу отправляем в магазин. Для наших замечательных потребителей, чтобы они получали наиболее качественный и свежий товар. Сколько сейчас, из какого количества стран вам сейчас поступает товар? И, условно, вот если мы говорим именно про этот РЦ, вот он получает весь товар, он преимущество откуда приходит? Мы получаем товар практически из всех стран мира, кроме Америки, Северной и Евросоюза, а также Японии. А если говорить про российский производитель, мы понимаем, что ребята меняются, и уже немало чего нового сделали. Смогли ли они обеспечить часть тех запросов, которые у вас, как у сети, есть? Конечно, у нас в стране очень активно развивается сельское хозяйство. Это ни для кого не секрет. Очень высокими темпами строятся тепличные комплексы. Есть даже уже разговоры о выращивании бананов в теплицах на территории Российской Федерации. Мы практически полностью уже закрываем потребность России по тепличному томату, по огурцу. И в ближайшее время будем полностью закрывать потребности по перцу. Соответственно, данные позиции мы привозим из-за границы, в основном в межсезонье, когда тепличные комплексы делают все вооборот, перезасев продукции. Либо когда продукция из других стран получается дешевле, нежели чем местное производство. Поскольку у нас страна северная, и инсуляция невысокая, особенно в северных регионах. В некоторых регионах у нас полгода зима, и теплица требует много энергии для досвечивания. Поэтому иногда дешевле привезти продукцию, выращенную в теплых странах, нежели чем выращивать на территории России. Ну, давайте я предлагаю посмотреть все-таки, как производится приемка. Потому что, в принципе, ключевое у вас, это вот практически на протяжении всей экскурсии, которую мы чуть-чуть раньше получили в процессе прогулки, до того, как мы уже стали общаться вместе, я увидела, что очень много делается для того, чтобы сохранить и проявить качество продукта. И самое главное, принять качественный продукт. Принять качественный продукт, а потом отгрузить и менее качественный. И предлагаю посмотреть, как же это происходит, потому что там система качества работает безупречно. Всеволод, здесь откровенно прохладно. Мы уже перешли в другую часть склада. Сколько здесь температура? Здесь средняя температура плюс 5, плюс 7 градусов по Цельсию. Чтобы у нас фрукты и овощи находились в прохладном помещении, меньше происходило у них дыхания. То есть, они в этой температуре, условно скажем, спят, находятся в сонном состоянии, поэтому мало дышат, мало выделяется влаги и, соответственно, минимально теряется продукта по массе. То есть, чем меньше влаги испаряется и в процессе дыхания фруктов и овощей, тем меньше мы теряем по общей массе продукции. Здесь у нас зона приемки товара. Да, совершенно верно. И я так понимаю, что есть определенные задачи, которые исполняются здесь для того, чтобы проверить качество. Какими способами вы это решаете? Покажите мне это. В первую очередь мы видим док-шелтер, к которому подгоняется машина. Ворота открываются. Это, по сути, термозатвор, который препятствует проникновению на склады внутритранспортного средства внешнего воздуха из окружающей среды, который у нас может быть в зависимости от времени года либо теплый, чересчур теплый, либо чересчур холодный. Соответственно, после этого из машины выгружается вся продукция по разметке. Каждый палет пронумерован. Карщик вынимает их последовательно и расставляет. После этого замеряется внутриплодная температура специальным, так называемым, пенетрометрическим термометром. До этого, после открытия машины, мы замеряем пирометром температуру внутри кузова, в какую у нас продукция приехала. После замера температуры, после выгрузки продукции происходит по генератору случайных значений выборка товара из партии. То есть буквально вот среди вот этих большого количества какой-то конкретный выбирается? Да, генерируется компьютером, генератором случайных значений номер палета и номер ряда в палете и номер ящика. После этого менеджер по качеству помечает маркером ящики, которые необходимо извлечь. Складской персонал распоречивает эти палеты, вынимает нужные, помеченные специалистам, коробки. Эти коробки перемещаются на стол по приемке по качеству. У нас специально подготовленные столы, а сверху у нас висят камеры, это дистанционная приемка по качеству. И снизу стол белого цвета, размеченный на определенные зоны. Это отход, нестандарт и приемная продукция. Соответственно, после того, как продукция перемещена на стол по приемке по качеству, приходит эксперт по качеству и начинает осуществлять приемку продукции. В зависимости от типа принимаемой продукции мы можем померить на ней брикс. Это, по сути, содержание сахара, оно же суть кие вещества в продукции. Можем померить плотность с помощью прибора пенетрометра. Есть определенные стандарты по плотности для различных фруктов и овощей, которые прописаны в наших паспортах качества. А также, соответственно, измеряем калибр. Так как это тоже важное требование для того, чтобы наши клиенты получали продукцию определенного размера. Мы не принимаем очень мелкий либо очень крупный товар. Здесь уже больше работает маркетинг и оцениваются потребительские притязания. Какие-то товары мы любим крупные. Например, относительно Евросоюза мы любим бифтомат, чтобы томаты были большие, рассыпчатые. А в Европе, наоборот, любят черри и мелкий томат. Поэтому у нас в стране есть определенные свои притязания к качеству продукции. Это все учитывается маркетинговым отделом. И, соответственно, нам проставляются калибры, которые мы должны принять и отсеять все остальное. Мы говорим в первую очередь о рассыпном товаре. Ведь сейчас очень много фруктов и овощей пошло в упакованном формате. Когда мелкая упаковка, там 300 граммов, помидорки, например, фасовка. А как в этих случаях происходит измерение, проверка? Точно так же фасованная продукция поставляется в тарных единицах. Как правило, это коробка либо ящик. Тарные единицы сложены также на палете. На палете это все складывается для удобства перемещения автоматизированными средствами, такими как Кара, либо Рич Трак для удобного палетного хранения. Соответственно, также при приемке по качеству эксперт по качеству помечает нужные тарные единицы. Эти тарные единицы вынимаются со складским персоналом и относятся на стол по приемке по качеству. Вот, соответственно, мы видим замечательно, нам выложили петинскую капусту. Соответственно, мы проводим на столе при разбраковке продукции по качеству, мы проводим разрушающий контроль. То есть менеджер езжет, все это дело смотрит. Видите, у нас здесь есть черные точки на листе. Соответственно, такая капуста к нам в торговую сеть не пойдет, поскольку это больной товар, и принять мы его не можем. Именно для этого, чтобы понять, что у нас внутри плода, осуществляется разрушающий контроль. Потому что снаружи, в общем-то, она выглядит красиво презентабельно, а внутри мы видим некие отклонения. И что делать с тем товаром, который сейчас, ну вот вы же прямо конкретно, то есть вот сколько-то вот этого приехало, то есть еще будет открываться и проверяться сколько? Нет, изначально делается выборка 10 коробок из машины. После этого все эти 10 коробок перемещаются, 10 тарных единиц перемещаются на 100 по приемке по качеству, и там разбраковывается. Соответственно, при приемке мы понимаем, что является отходом, что является нестандартом, и что является необходимым, соответствует необходимым условиям по качеству для приемки в наши торговые сети. Соответственно, после того, как мы разобрали всю продукцию по вот этим трем составляющим, все это, каждая из составляющих взвешивается, и мы понимаем, сколько из общей массы выборки у нас получилось отхода, сколько нестандарта, и сколько приемной продукции по качеству. Дальше эксперт по качеству сравнивает эти показатели с требуемыми показателями. Если процент отхода и процент нестандарта не превышают допустимые значения, продукция принимается. Если отход и нестандарт превышают дополнительные установленные заранее проценты, то, соответственно, продукция возвращается поставщику, поскольку мы не можем в наши магазины принять некачественный товар. То есть получается, вот, например, товар уже на складе, то есть вы его сюда загрузили. Он еще не на складе, он только в зоне приемки. То есть мы с вами находимся вот в зоне приемки, куда выгружается поступающий товар, и если он не будет соответствовать качествам компании, критериям качества компании, мы его загружаем обратно. А, то есть вот просто машина не уезжает, пока вы галочку не поставите, что этот товар принят? Может быть по-разному. Иногда для некоторых фруктов и овощей приемка по качеству занимает значительное время, поскольку нужно посмотреть, например, то же самое виноград, нужно посмотреть очень тщательно. Как вы правильно сказали, приходит продукция в упаковках, соответственно, это надо все вскрыть, тщательно посмотреть, сделать разрушающий контроль, замеры определенные. И это занимает значительное количество времени. Поэтому машина отпускается на парковку. После того, как эксперты по качеству отработали, приняли решение определенное по этой партии, если мы эту партию возвращаем, машина снова подгоняется на ворота, и партия загружается обратно. Либо, если мы принимаем продукцию по качеству, то, соответственно, Ричтрак забирает всю эту продукцию и везет к нам на склады. Соответственно, мы расставляем все это дело в зону временного хранения, и машина отпускается с парковки обратно. Ну, я так понимаю, что это все различные инструменты, которыми там калибратор, да? Да. Разные варианты. И я так понимаю, что это простые решения для того, чтобы четко отметить, в какое время... Да, совершенно верно. Тем более, что за нами следят камеры. О, да. Дистанционная приемка по качеству. Там также в центральном офисе сидит менеджер, который отсматривает все наши действия, чтобы в них не было никаких ошибок. Он может с нами, как с экспертами по качеству, связаться и сказать, что вот этот вот плод разрежь, пожалуйста, вот так, а поперек, а по диагонали, а покажи подробнее. Чтобы мы были полностью уверены в том, что к нам на склад уходит исключительно качественная продукция. Соответственно, у нас есть весы, есть средства разрушающего контроля, и стол также размечен. То есть для удобства и для наглядности, для камер мы раскладываем по столу именно в определенные зоны. То есть у нас есть зона отхода, зона нестандарта и зона приемного товара, так скажем. После этого, когда мы все это разложили, даже уже визуально понятен процент отхода нестандарта и приемного товара в партии. После этого мы взвешиваем все это на весах и получаем уже конкретные проценты, исходя из общей массы выборки. А как же быть с такой продукцией, которая условно грязная? То есть вот это картофель, морковь, которые все-таки поступают. То есть здесь процент того, что должно остаться в виде песка, либо земли, что происходит в этот момент? При приемке картофеля мы выбираем тарные единицы, которые равны одному мешку. Соответственно, выбираем определенное количество мешков из партии. После этого мешки вскрываются, из них высыпается товар, картофель, и высыпается, если мы говорим, например, о египетском картофеле, то из мешка высыпается торф. Соответственно, торф взвешивается отдельно, и его громаж не должен превышать принятые нами стандарты, которые мы транслируем поставщику, что в мешке, например, не может быть более 150 или, например, 200 граммов торфа на каждый мешок. Иначе получится, что мы принимаем не картофель, а только торф. Поставщик может без этого параметра тогда нам насыпать половину мешка торфа и сказать, что это очень хорошо для сохранности картофеля. Но так как товар мы принимаем весом, каждый палет взвешивается на палетных весах, и мы не взвешиваем каждый мешок и не высыпаем из него землю, то определенный объем земли должен превышать, грубо говоря, 200 грамм на каждый мешок. Соответственно, после того, как мы отделили землю от картофеля, либо торф от картофеля, мы точно так же разбраковываем картофель по качеству и осуществим процесс его приемки. Здесь, наверное, уже один из последних вопросов касаемо производителя, поставщика. Как осуществляется, скажем так, корректировка или спорная ситуация с поставщиками? Вы полностью даете доступ к той информации, которая сейчас, например, на камерах. Как происходит именно момент, когда поставщик, может быть, не согласен с вашими результатами? Поставщик получает отчет по качеству. Это фотографии и, соответственно, процентовку отхода нестандарта и приемного товара в партии. Если поставщик не согласен с данными процентовками, он обращается к закупщику, к менеджеру по закупкам и организовывается совместная приемка по качеству. То есть мы оставляем партию в зоне приемки, приглашаем представителя поставщика либо представителя независимой серверской компании, которая приглашает поставщик и доверяет которому поставщик. И дальше мы вместе с представителем поставщика принимаем точно так же товар еще раз, то есть делаем случайную выборку, также разбраковываем товар в присутствии представителя поставщика. И дальше он подписывает акт о том, что согласен он с данной приемкой, не согласен, если не согласен, то почему. В крайнем случае можно провести служебное расследование с привлечением уже службы безопасности, посмотреть по камерам, как лежал товар, кто его трогал, не трогал. Здесь полностью у нас есть система видеонаблюдения, которая нам позволяет понять все, что происходило с товаром после открытия машины. Так как машины к нам приходят опломбированные, соответственно, пломба снимается в присутствии водителя, дальше открывается ворота на машине, машина подгоняется, и товар выгружается, и дальше осуществляется стандартная процедура приемки. Это детали, это детали конкретные, которые приходится каждый раз исполнять коллегам в ритейле, для того, чтобы фрукты, овощи поступали на полки магазинов каждый день свежие. Мы действительно привыкли к тому, что вкусные овощи, уже готовые к употреблению, появлялись на полках, и ты каждый день мог это купить. Спасибо большое, я немножечко прикоснулась очередной раз за кулисью. Благодарю вас. Мы посмотрели, как фрукты и овощи попадают на распределительный центр. И мы понимаем, что сейчас, когда требуется так быстро уже и оперативно доставлять эти товары в магазины, требуется много инноваций. И рядом со мной сейчас Роман Тимаев, директор по инновациям X5 Group, который чуть-чуть расскажет, почему мы здесь сегодня собрались, и какие же инновации применяются на распределительном центре и не только. Роман, добрый день. Добрый день. Роман, расскажите, по какой причине именно здесь мы собрались, почему инновации – это важно, и что именно сейчас самое главное внедряет X5? Мы проводим Дни науки, и сегодня мы здесь собрались с представителями научного сообщества. Достаточно большое количество высших учебных заведений у нас имеют научное сообщество, которое занимается разработкой различных решений. И вот сегодня мы пригласили это научное сообщество для того, чтобы показать им, как у нас устроены процессы на распределительном центре. Мы называем это мероприятие взаимодействие с высшими учебными заведениями – Дни науки. Потому что наука является драйвером для повышения эффективности, для создания технологий. А мы должны быть технологичны абсолютно во всем. И первое, с чего мы начинаем – это с входа продукции в наши магазины. А это являются распределительные центры. Если говорить про инновации, и долгое время было принято искать какие-то уже придуманные сервисы, услуги, что сейчас происходит, что поменялось? Мы решили пересмотреть нашу работу с инновациями. Если раньше мы действительно мониторили весь рынок, искали какие-то технологические решения, и когда находили, мы пытались их адаптировать под наши процессы, то сейчас мы решили кардинально все изменить. Мы решили сами задавать тренды для развития этой технологии. Мы должны являться той точкой, которая как раз-таки формирует потребность в этих технологиях. Мы заявляем о наших проблемах, наших болезненных точках и просим научное сообщество как раз-таки разработать те технологии, те решения, которые нам сейчас очень нужны. И благодаря этому, формируя потребность в этих технологиях, мы, по сути, определяем и тренды дальнейшего развития в направлении ритейла. И сейчас у нас есть такой альянс, называется Retail Innovation Tech Alliance, который аккумулирует передовые ведущие компании в направлении ритейла. И формируя вместе потребность к научному сообществу, мы, по сути, будем формировать системно образующий глобальный технологический альянс, который определяет и тренды в развитии технологии. Правильно ли я понимаю, что, может быть, какую-то разработку, которую вы заказываете условно у научного сообщества, будет драйвить не только конкретный университет, а, например, один университет – одно, другой – третий, это второе, третий – третий. И все это, соответственно, будет как-то агрегироваться для решения ваших задач. Ведь я уверена, что есть технологии, которые очень сложно реализовать одному игроку. Безусловно, так и есть. Мы пригласили абсолютно разные вузы. У нас есть и сельскохозяйственная академия Тимирязева, МГУ, МИСИС, МГТУ. И мы сделали это специально, потому что некоторые специализируются на химии, кто-то специализируется на стали, кто-то специализируется на искусственном интеллекте. Но наша задача – использовать все эти технологии для получения наиболее эффективного решения. Это решение действительно может быть комплексным. Мы собираем представителей разных вузов, которые вместе могут заняться выполнением одной задачи и выдать нам самое эффективное передовое решение. Как-то так традиционно случилось, что очень часто, когда мы говорим про технологии, чаще всего говорят про IT-технологии, цифровые какие-то технологии. Изменилось ли сейчас отношение у вас, как у человека, который отвечает за развитие, за инновации, и можете ли вы сейчас сказать, что, например, процент уже не только IT-технологий стал больше? Ну, расскажите, какие именно уже направления технологий стали внимания больше принимать? На сегодняшний день я не вижу каких-то существенных изменений. Я понимаю, что какое бы направление ты ни взял, везде необходимо использование науки. Пусть это ботаника, пусть это физика, математика, IT. Все эти науки очень важны для того, чтобы, например, создать какие-то технологии, требуемые ритейлом. Поэтому, да, мы сейчас много используем собственных программных обеспечений, программных продуктов, которые основаны на работе с большими данными, на использовании нейросетей, искусственного интеллекта. Это действительно повышает точность нашей работы, повышает эффективность, увеличивает скорость работы. Я не хотел бы как-то отделять одну науку от другой. Нам сейчас важны абсолютно все и во всех направлениях. Даже при работе с персоналом там не нужна физика, не нужна математика. Там нужны психологи или поучи какие-то. Поэтому все науки для нас важны. Если возвращаться все-таки к тому, что мы на распределительном центре находимся, какие современные технологии и именно те инновации, которые вы находили в процессе последних нескольких лет, применяются в последнее время, а вот, например, и здесь тоже, может быть, что-то посчитаете важным сказать и, может быть, похвастаться какими-то доработками? Безусловно, распределительный центр и логистика, и магазины – это наше основное направление. Здесь больше всего требуется технологий и новых передовых технологий. И для распределительного центра у нас тоже было реализовано достаточно большое количество и пилотных проектов, и, что самое главное, внедрение этих технологий. Но из самых, наверное, скажем так, космических и интересных – это полностью автоматизированная тележка, которая вот здесь перевозят палеты. Единственная проблема – то, что перед этой тележкой стоит ограничение, что она должна пропускать всех людей, всех других комплектовщиков. И, к сожалению, с такой интенсивностью обработки товаров эта тележка все время простаивала. Она не показала свою эффективность. Но зато мы не так давно внедрили систему динамической инвентаризации. Это потоковый сканер, который проходит среди вот этих аллей и сканирует все палеты и позволяет нам в режиме реального времени поддерживать в актуальном состоянии наличие всех товаров. И также вот мы с вами стоим сейчас в зоне получения товаров. У нас ровно такая же зона и отгрузки товаров. И там используются умные алгоритмы, которые определяют, как правильно разместить внутри кузова автомобиля палеты для того, чтобы распределить нагрузку на оси и таким образом повысить утилизацию транспорта. А повышение утилизации транспорта, оно приводит к сокращению количества рейсов, а, соответственно, к снижению расхода топлива, к устойчивому развитию. Помимо этого, у нас много и других решений для склада. Мы недавно сделали собственное решение, это голосовую, систему голосовой сборки. То есть мы разработали полностью собственное решение для наших ребят-комплектовщиков, которые используют, повышают свою эффективность за счет этого решения. Это вот одни из примеров, как вы работаете и куда смотрите. А если говорить про некий горизонт, 4-5 лет, сколько получилось технологий реально внедрить за это время? И если можно назвать ориентировочную выгоду, которую принесла вот эта доработка, вот эти внедрения для группы компаний, то было бы замечательно. Мы занимаемся инновациями уже более 4,5 лет. За это время мы посмотрели 15-20 тысяч различных технологических решений, инноваций. Нас трудно чем-либо удивить. И сейчас мы понимаем, что нам необходимо уже самим создавать что-то собственное, потому что не хочется ждать то, что будет происходить. Если говорить про количество пилотных проектов, которые мы провели, я думаю, что я уже не считаю, потому что только одни лишь внедрения у нас измеряются десятками. Мы точно тиражировали и внедрили уже более 50 различных решений. Если мы говорим про выгоду, которую должны приносить инновации, я считаю, что действительно инновации, они нужны компании для того, чтобы повышать эффективность бизнеса. А когда ты повышаешь эффективность бизнеса, это значит, что ты можешь инвестировать свою выгоду в стоимость продуктов питания и делать их более доступными, повышая качество приемки, логистики, работы магазинов. Ты повышаешь качество продуктов питания, ты продлеваешь свежесть продуктов. И, соответственно, сейчас мы не ориентируемся совершенно на количество продуктов, мы ориентируемся только лишь на экономический эффект, который мы приносим. Экономический эффект от внедрения инноваций в X5, он измеряется миллиардами. Ну что ж, до такой нотки мы заканчиваем включение из распределительного центра. Знаете, каждый раз, когда я попадаю за кулиси ритейла, вот все эти распределительные центры, и понимаешь, сколько всего требуется для того, чтобы магазины работали. И мы, как покупатели, имели возможность приходить, покупать там яблоки, манго, какие-то ягоды, и не удивляться тому, что они просто есть. Спасибо за то, что мы нас смотрели, подписывайтесь на канал, и до встречи на других наших эфирах. Спасибо.